20 апреля 11-летняя девочка по хорошо знакомому маршруту шла на уроки в школу. Ничего не предвещало беды до того момента, пока она не приблизилась к проезжей части. Ребенок оказался под колесами автомобиля за считанные секунды. Очевидцы происшествия вызвали скорую и связались с родителями пострадавшей. Мне позвонил неизвестный номер. Женщина была. Она сказала, что... Сначала спросила мою фамилию, имя и отчество. Я подтвердила и уже сказали, что мою дочь сбили. Я побежала сразу туда. Ее буквально через дом сбили, она поехала в школу. Городские камеры наружного наблюдения зафиксировали драматический момент несущегося автомобиля прямо на ребенка. Также в момент аварии на переходе находился еще и припаркованный автомобиль, препятствующий движению всех пешеходов. Именно этот пешеходный переход оказался заблокированным посторонним автомобилем. Возможно, из-за этого девочке пришлось перебегать дорогу в неположенном месте. Оба водителя виновника происшествия установлены. С водителем припаркованного на пешеходном переходе автомобиля будут проведены следственные действия. Если его вина будет установлена, он также понесет ответственность. По словам мамы потерпевшей девочки, виновник аварии с пострадавшей стороной не связывался. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. По признакам преступления предусмотрено частью первой статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. В отношении водителя избраны меры пресечения в виде обязательства явки. Назначена судебная экспертиза. Проводятся необходимые следственные действия. На данный момент девочка находится в реанимации детской областной больницы. Пострадавшей была сделана сложная операция. По информации врачей, ее состояние все еще оценивается как стабильно тяжелое. Мы в настоящее время связались с институтом имени Бурденко в Москве. Это ведущий нейрохирургический институт. И в принципе мы сейчас с ним находимся на связи. Будем надеяться, что совместный консилиум ульяновских и московских докторов примет все необходимые решения для спасения жизни юной жительницы Ульяновска. А пока данное происшествие взял под свой личный контроль в Рио губернатор Ульяновской области Алексей Русских. Мы также будем следить за судьбой пострадавшего ребенка. Антон Никонов, Александр Кудряшов, Уллправда ТВ.